Приветствую вас. Я бы, знаете, что сказал вам Ксения? Я бы сказал, что у вас очень много конфликтов внутренних в первую очередь. То есть вам и хочется ребенка, и в то же время не хочется ребенка. Вы любите семью, тяготеете к семье, но в то же время вы от нее устаете. Вы любите своего мужа, и в то же время вы к нему охладили. На мой взгляд очень много конфликтов внутренних и возможно очень много переживаний тоже внутренних. Достаточно много неосознанностей, я бы сказал, у вас. И, соответственно, над этими вещами нужно работать. Требования от себя неадекватные, значит, от других людей. Вот. Ну и некое такое обесценивание самой себя, запрет самой себе что-то чувствовать, что-то хотеть. Тоже достаточно серьезные, я полагаю, дает о себе знать. То есть варианты здесь в общем и целом достаточно такие серьезные. Серьезные у вас, скажем так, основания и поводы для того, чтобы испытывать внутреннее напряжение. Как мне кажется, у вас идет, глобально у вас идет идеализация семьи. Достаточно сильно идет идеализация семьи. Вот. И позиционирование себя таким образом, что самое главное это семья. Что я вот должна, вот семья это самое главное. Вот. Что я должна быть там обязательно хорошей матерью. Если я там, не дай бог, матерь плохая, то все. Вот. То есть, по факту вы мечтетесь между долгом и своими желаниями. Я чувствую, как вы себя заставляете. Я ощущаю, как вы себя мучаете. Практически вот, ну, почти физически это ощущаю. Я думаю, что в этом направлении нужно действовать. То есть, найти баланс между тем, что вы должны и тем, что вы хотите. Вот. Принять такую более реалистичную, может быть, позицию в своей жизни. Вот. И избавиться от противоречий, конфликтов и страхов. Ну, например. Как вы говорите? Вот. Смотрите. Значит, не может быть поводом для физического насилия. Да? Пишите вы. Говорите. Я всегда была против этого. Что вынудило? Важно быть впыть против физического насилия. У вас был опыт этого самого насилия. Героя. Дальше. Я ужасная мать. Пишите вы. Это, в свою очередь, психологическая игра. Разве это не ужасно? То есть, вы вроде бы сокрушаетесь, вы вроде бы причитаете, вы вроде бы все понимаете, но по факту ничего не меняется. Дальше. Дальше. Личные границы. У вас их, очевидно, нет. Потому что вы не умеете выстраивать комфортные отношения со своими близкими людьми. Дальше. Личная ответственность. Вас нужно спасать, вам нужно помогать и так далее. Это проблемы с личной ответственностью. Которая прямо вытекает из осознания того, что вы чувствуете, того, что вы хотите. Дальше. Вы говорите. Ребенок желанный. Какое наполнение этого желания ребенка у вас имеет место быть? Дальше. После вспышка агрессии вы говорите. Себе. Делать я этого не буду. Хорошо. Себе вы запрещают. Молодец. А что вы. Себе даете. Себе даете. Ну, в смысле. Запретить. Себе. Не так сложно. А вот. Дать. Себе. Гораздо сложнее. Так что. Очень важно. С этим. Разобраться. Ну и что значит агрессия. Агрессия это вот постоянное ужимание. Не кажется, что у вас вот негативный опыт агрессии, негативный опыт насилия по отношению к вам может быть или просто некоторая такая привозность. Но повышенная. И еще вы тяготили к семье. Ну, тяготили может быть тяготеет и до сих пор к семье. Вот. Ну, когда это у вас появилось, вы стали чувствовать, что вас это подавляет, потому что вам нужна защита. А в тех случаях, когда человеку нужна защита, он показывает неспособность защитить себя самостоятельно. И это, в свою очередь, свидетельствует о том, что есть некоторые проблемы восприятия себя, окружающего мира и людей. Вот. То есть тут история о том, что вы непосредственно должны и кому. Да? Вот. Вы пишите, я устала, и вот, соответственно, социальностью тоже нужно работать, чтобы быть именно естественным их родителем, а не идеализированным, каким вы себе представляете. Какой вы себя представляете. Вот. Ну и, Ксения, обратите внимание, вы не задаете никакого вопроса, да? То есть вы просто вот, как бы, просто делитесь с нами, а вопросу забраться никакого нет. Вы измениться-то хотите, вы работать-то над собой хотите. Вот. Давайте для начала избавимся от, вот, просто вот, в качестве первой задачи поставим, э-э-э, такую цель. Избавиться от противоречия. Не может быть такого, чтобы ребёнок был желанным, чтобы семья, э-э-э, чтобы вы любили семью, но к мужу вы охладили, и ребёнок вас напрягает. Да? Не может быть такого, что вы в системе браки, но к мужу вы уже охладили. То есть одно другое исключает. Вот. Давайте для начала с этими противоречиями разбрасывать. Мне кажется, у вас в голове такая достаточно серьёзная каша, серьёзные такие противоречия. Вот. И, собственно, вот, аудагрессия по отношению к себе говорит о достаточно глубоком непринятии себя, достаточно большим, серьёзным требованиям к себе. И, соответственно, возможности себя наказать, если вы этим требованием не соответствует. Вот. Когда вы себя наказываете, вам, ну, в какую-то степень становится хорошо, потому что всё становится более-менее понятно. И вот здесь встаёт вопрос, а не чувствуете ли вы себя неуверенно относительно того, например, что на постоянной бытовой среде необходимо для принятия решения. То есть насколько вы хорошо чувствуете свои эмоции, чувствуете свои переживания, насколько вы доверяете себе. Вот. Это очень важный момент, ну, на мой взгляд. Вот так вам можно ответить к цене. Так что, выбирайте себе специалиста, который придётся вам в будущем и начинайте с ним работать. Вот. Я вам желаю удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Вот. Если у вас есть чувства к сыну, да, то забудьте в первую очередь своим психологическим здоровьем. Тогда и сыну будет легче. Спасибо. Спасибо.